Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Гожевникова. Здравствуйте. Экс-директору фонда капремонта предъявлено окончательное обвинение. Виктора Тарасова обвиняют в восьми эпизодах взяточничества в крупном, значительном и особо крупном размере и в присвоении денег фонда капремонта в особо крупном размере. По версии следствия, бывший директор фонда лично и через посредников получал от компании взятки за заключение договоров и беспрепятственную приемку работ, сообщает областное следственное управление. Для конспирации разработал преступную схему получения взяток. Деньги переводились на банковский счет подконтрольного юрлица, зарегистрированного в Москве, в качестве членских взносов. С этих счетов деньги обналичивались и передавались Тарасовым. Кроме того, как рассказали в следкоме, он разработал преступную схему вывода денег фонда капремонта. На счета подконтрольных ему фирм перечислялись авансы на выполнение работ, которые фактически не выполнялись. Деньги эти Тарасов присваивал. Общая сумма полученных взяток и похищенных денег – более 6 миллионов рублей. Тарасов продолжает находиться под стражей. В данный момент ему предъявлено окончательное обвинение. Кировская область впервые экспортировала фанеру в Южную Африку. В этом году 516 кубометров березовой фанеры отправилась из Кировской области в страны африканского континента. Последняя из партий в ноябре. Об этом рассказали специалисты управления Россельхознадзора. Там отметили, что вся древесина прошла проверку качества и была признана соответствующей фитосанитарным требованиям импортеров. Также в этом году впервые из Кировской области были отправлены в Объединенные Арабские Эмираты пиломатериалы хвойных пород. В эфире «Экономика». Полмиллиона заплатит хозяин собаки, покусавший ребенка в Кировской области. Таков размер компенсации морального вреда, сообщили в природоохранной прокуратуре. Инцидент произошел в деревне Русская Тимкино в Уржумском районе. Ротвейлер местного жителя сбежал из двора и набросился на шестилетнюю девочку. Она получила множественные травмы, одна из которых расценивается как тяжкий вред здоровью. Полиция по этому факту ведет проверку. Параллельно природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, по результатам рассмотрения которого собственника животного в пользу ребенка взыскали компенсацию в 500 тысяч рублей. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.